14 июля 2024 год. Мало кто из вас наверняка знает, но в истории человечества была такая война, которая называлась «Война за ухо Дженкинса». Это покушение на Трампа, которое повредило его ухо. Безусловно, станет вариантом «Война за ухо Дженкинса 2». В данном случае «Война за ухо Дональда». Конечно, никто теперь уже, но я в предыдущем видео это сказал, что никто теперь не переплюнет Рональда, ну как покушение на Рональда Рэй оно было, покушение на Трампа. Трамп-козырь, кстати, по-английски, не знали? Там для русскоязычного уха, позволь тебе такую фразу, там в английском «Трамп», «Трамп», то есть «Бродяга» и «Козырь» разное. То есть я его «Бродягой» предпочитал называть, но, конечно, у него фамилия как «Трамп-козырь». Ну это покушение, конечно, козырная карта, и теперь, конечно, никто переплюнуть не сможет Трампа в попытке, ну, в шансах стать президентом. А это не оставляет оппозиции Байдена. Да что такое Байдена? Ну, про Байдена, скажем, про демократические, никаких шансов, кроме как повторять, пытаться свою попытку уничтожить Трампа. Ну, сто процентов, то есть поставьте себя на их место. Они боялись того, что придет Трамп и начнет им выкручивать яйца, извиняюсь. А тут еще они добавили к своим анамнезам, блин, еще и покушение на Трампа. То есть, ну, по-моему, очевидно, что будут искать тех, кто подстрекал этого хлопца, блин, 20-летнего, к этой попытке. То, что это постанова, я не верю ни на секунду. Вы меня простите, ребята, ну, когда из такой винтовки, блин, ухо срезают. Вот нет такого, блин, снайпера, который может... Это не та техника, которой можно работать плюс-минус 10 миллиметров, понимаете? Там разлет на таких расстояниях куда больше. Это вполне реальный был шанс его убить, погибнуть Трампу. В Украине сейчас, конечно, надо понять, что сейчас вообще будет в мире не до нашей войны. Все, что наши спецслужбы хотели делать, все, что наши военные там хотели делать, надо делать сейчас. Потому что, ну, совсем скоро Трамп с 90-процентной вероятностью станет президентом, если его смогут защитить, да, от следующих попыток его ликвидировать. Сейчас это будут делать еще более настырно, но, понятно, и защищать его будут еще более рьяно, его сторонники трамповские. Там, когда придет Трамп к власти, в Соединенных Штатах будет точно не до войны России с Украиной. И вот эти 7 месяцев, когда Америка нам не давала вооружение, пакет не предоставляла, просто потому что не выставлял на голосование этот пакет, блин, спикер парламента, это покажутся нам цветочки. Нам придется рассчитывать только на некоторые страны Европы и на себя. Я бы советовал уже на себя рассчитывать в основном прямо сейчас. Ну, а так, не паникуйте, все будут Украина. Смотрим. Это будет сейчас точно всем будет не до войны в Украине. Продолжение следует...